ДОНБАС Контроль над Триполи утерян. Боевики-исламисты заняли все правительственные здания ливийской столицы. В Петропавловске-Камчатском отметили 69-ю годовщину освобождения Курильских островов от японских милитаристов. 2 сентября 1945-го был подписан акт о капитуляции Японии. Это новости на пятом в студии Роман Кирюхин. Здравствуйте. Ополченцы уничтожили последний плацдарм украинских сил для наступления на Луганск. Оттеснить силовиков из населенного пункта Веселая гора удалось в ходе ожесточенных боев. Поселок называют ключевым пунктом. Оттуда хорошо контролируется переправа через реку Северский Донец у города Счастье, где находится крупнейший источник электроэнергии в регионе Луганская ТЭС. Накануне вечером в ходе гуманитарно-военной операции армия Новороссии также оттеснила киевских военных из населенного пункта Еленовка Донецкой области. По словам местных жителей, бои там шли несколько часов подряд. Именно оттуда долгое время силовики обстреливали Донецк из установок «Град». Ополченцы также уничтожили в Азовском море недалеко от Мариуполя два катера по гранслужбе Украины. По данным сил самообороны, с этих катеров силовики обстреливали город Новоазовск. Тем временем в самом Донецке жители сообщают о новых обстрелах. Улицы города опустили, люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах. Повсюду разрушенные дома и воронки от снарядов. Москва резко осудила высказывание министра обороны Украины Валерия Гилетея. Накануне глава киевского ведомства разместил на своей странице в соцсети абсурдные и провокационные сообщения. По мнению Гилетея, Россия угрожает Украине тактическим ядерным оружием. Своих соотечественников министр призвал готовиться к началу Великой Отечественной войны. Мы срочно выстраиваем оборону от России, которая пытается не только закрепиться на территориях, ранее оккупированных террористами, но и осуществлять наступление на другие территории Украины. В наш дом пришла большая война, которую Европа не видел со времен Второй мировой. К сожалению, в такой войне потери уже будут исчисляться не сотнями, а тысячами, даже десятками тысяч. Это наша Великая Отечественная война, и мы в ней непременно победим. Российские дипломаты подчеркивают цель подобных заявлений втянуть украинский народ в продолжение кровопролитного противостояния. Также на Смоленской площади поставили под сомнение осознанность слов высокопоставленному чиновника. Степень адекватности главы военного ведомства Украины, опубликовавшего на своей странице в социальной сети Facebook упомянутый пост, предмет для исследования специалистов не в военной области. С трудом верится, что подобные заявления могут принадлежать министру обороны цивилизованного государства. В противном случае просто непонятно, каким образом десятки тысяч украинских семей могли доверить этому чиновнику жизни своих детей, братьев и мужей. Отдельно в ведомстве отметили слова Геллитея о блистательных победах украинской армии. По последним данным ООН, жертвами конфликта, развязанного Киевом, стали больше двух с половиной тысяч человек. В НАТО признали, Киев проиграл войну ополченцам. Об этом пишет немецкое издание «Шпигель». Журналисты приводят слова высокопоставленного генерала Альянса. На условиях анонимности он сообщил, что представители блока провели совещание за закрытыми дверями и пришли к единому мнению. У новых украинских властей больше нет надежды на то, что ситуация изменится. Если еще в начале августа Петр Порошенко сообщал об успехах своей армии, то сейчас, после потери контроля над Луганском и Донецком, силовики терпят одно поражение за другим. По словам представителей НАТО, в ближайшем будущем Киеву ничего не останется, кроме как признать поражение и попытаться вывести из зоны боевых действий остатки своих батальонов. Экономическая ситуация на Украине стремительно ухудшается. Национальный банк делает отчаянные попытки стабилизировать курс гривны. С этого дня вводится значительное ограничение на валютные операции. Так запрещена выдача валюты по картам и снятие долларов и евро с валютных счетов. Теперь можно получить только эквивалент в гривнах. Да и то не более 15 тысяч гривен в сутки на одного клиента. Это немногим более тысячи долларов. Столько же разрешено выдавать в обменниках. Кроме того, все денежные переводы должны обязательно конвертироваться. Вводится ограничение на выдачу национальной валюты в банкоматах и в кассах банка. Не более 150 тысяч гривен в день. С начала года гривна катастрофически обесценивается. Курс упал почти на 50%. Это уже критичная мажа. Я даже не представляю, куда еще дальше. Прорва. Дна нет. Сколько бы ни падал, мы будем с этим жить. Как сказано в постановлении Нацбанка, новые ограничения введены на фоне общественно-политической неопределенности и с учетом экономических проблем, связанных с проведением силовой операции на территории Украины. В Рязань прибыли еще 870 беженцев с Украины. Всего на территории области разместили уже почти 4000 вынужденных переселенцев. Среди них немало беременных женщин. С природой не может поспорить даже война. И уже у 12 украинских детей местом рождения будет указана Рязанская область, Россия. Еще 36 будущих мам сейчас готовятся к родам. Леонид Муравьев узнал, какую помощь им оказывают. Тихо, 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 тихо. Маленькая Полина – единственная в семье бабалян, кто родился в России. Ее мама Карина уехала из Краматорска, что на юго-востоке Украины, еще в середине июня, на восьмом месяце беременности. Сейчас девушка с ужасом вспоминает, как под грохот канонады бежала на вокзал с огромными сумками и двумя старшими детьми. Каждый час блокпосты и ДНРовцы, и нацгвардии останавливали, осматривали документы, проверяли личные вещи, это все. Карина с детьми приехала в Рязань к родственникам. Здесь и родила. Сначала переживала, примут ли в больнице, ведь она беженка, ни медполиса, ни прописки у нее нет. Оказалось, переживала зря. Дополнительно ничего не требовалось, от них абсолютно документы, удостоверяющие личность. С собой у нее была диспансерная книжка наблюдения по беременности в городе Краматорске, она нам, собственно, очень пригодилась. Посмотрели, как протекала беременность, какие были осложнения, нюансы, моменты. Только в больницах Рязанской области приняли роды уже у 12 жительниц Украины. На очереди еще 6 беременных женщин. Ну все хорошо у нас здесь все, да? Виктория Бело-Иваненко приехала в Рязань на седьмом месяце беременности. Боялась как за себя, так и за своего ребенка. В Красном Лимане рожать негде. После обстрела украинскими военными больницы превратились в руины. Переезд в Россию был для девушки единственным спасением. Здесь ее без проблем поставили на учет в женской консультации. Медицинскую помощь оказывают бесплатно. За один анализ я здесь не платила. Приняли меня хорошо. Отнеслись с пониманием, конечно, врачи. Большая благодарность им за это. Моя золотая. Перед выпиской маленькой Полине Бабалян сделали все прививки. На родной Украине сейчас проблемы с вакциной. Дома, а теперь это съемная квартира в спальном районе Рязани, младенца ждали подарки от службы социальной защиты. Да, кроватку и матрасик, и эту колясочку. Вот выделили большое им спасибо за это, конечно. Несмотря на теплый прием в России, Карина с детьми все же планирует вернуться на родину. Только бы гражданская война поскорее закончилась. На Украине остался муж и родители. Маленькую Полину они еще не видели. Леонид Муравьев, 5 канал, Рязанская область. Внутри украинский кризис не должен портить отношения между Россией и Францией. Об этом заявил Сергей Нарышкин на встрече в Париже с представителями французского бизнеса, общественными и политическими деятелями. Во Франции спикер Госдумы находится с двухдневным рабочим визитом. Нарышкин призвал продолжить развивать сотрудничество между Москвой и Парижем, а также заявил, что на территории Украины нет и не было российских войск. А западные СМИ навязывают европейской общественности, цитирую ангельский образ нынешнего киевского руководства, и одновременно демонизируют Россию. Мы очень сожалеем, что братоубийственный вооруженный конфликт на юго-востоке Украины подается как некое цивилизационное противостояние, как столкновение сторонников и противников демократии. При этом Россия, которая никак не является стороной конфликта, я повторяю, Россия не является стороной этого конфликта. Так вот, Россия просто откровенно поливается грязью. На встрече коснулись и темы антироссийских санкций. Подобную политику Нарышкин назвал тупиковым путем, а персональные санкции – абсурдные меры. И, кстати, сам спикер Нижней Палаты тоже фигурирует в черном списке. Однако это никак не мешает политику совершать официальные визиты за рубеж. Во Францию Нарышкин приехал по приглашению Пассе. В ходе визита в Париж Нарышкин также посетил музей генерала Деголи и возложил венок к памятнику советским и французским пилотам эскадрильи на Мардия Неман в Лебурже. Сегодня спикер Госдумы примет участие в заседании президентского комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы и встретится с ее председателем Анной Броссер. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телевизионном интервью потребовал от Запада прекратить нападки на Россию. Политик, известный жесткой антизападной риторикой, осудил угрозы со стороны Евросоюза и США и выразил полную поддержку действиям Москвы от имени правительства и народа Венесуэлы. Мы в нашей независимой Венесуэле требуем от тех, кто сейчас преследует и обвиняет Россию, прекратить нападки в ее адрес, требуем прекратить поиск предлогов для войны против России. Мы хотим мира для всего мира, мы хотим уважения для России и мы говорим об этом отсюда, из боливарианской Венесуэлы. С резким осуждением США и стран НАТО выступил лидер кубинской революции Фидель Кастро. В опубликованной статье «Победит справедливость или победит катастрофа» он сравнил Запад с нацистами из подразделений СС, отметив, что ни у кого нет права сеять страх, голод и смерть, разрушая чужие города. Ливийские радикалы, связанные с Аль-Каидой, после месяца боев с правительственными силами захватили все административные здания в столице страны – Триполи. Чиновников на работу не пускают, угрожая расправой. Также приходят сообщения о поджогах домов высокопоставленных служащих. Ранее исламистские боевики заняли международный аэропорт Триполи и жилой городок американского посольства. Продолжаются атаки и на базу ВВС Бенина, расположенную в 20 километрах от второго по величине города страны – Бенгази. Там базируется боевая авиация опального генерала-халифы Хафтара, который в мае начал военную операцию по уничтожению террористов. С аэродрома ежедневно совершаются вылеты для нанесения ударов по позициям боевиков. На Камчатке отмечают 69-ю годовщину освобождения Курильских островов от японских милитаристов. 2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Документ свидетельствовал об окончании Второй мировой войны. Для жителей Курил 2 сентября – еще один день победы. В регионе честуют ветеранов и вспоминают тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу. В Петропавловске и Камчатском провели торжественный митинг. Сегодняшнее событие – это большое, конечно, событие. Потому что, представляете, эта война закончилась. И вот некоторые военнослужащие, раненые, вот это, были сюда переправлены на восток. Около миллиона человек. И, представляете, они там 9 мая. Победа. А здесь пришлось еще раз воевать. И некоторые из них погибли. Память погибших в годы Второй мировой войны почтили минутой молчания. К монументу воинам Советской армии, освободителям Курильских островов возложили венки. На Колыме завершается так называемый «Северный завоз». В труднодоступные поселки, практически отрезанные от большой земли, доставляют все необходимое для того, чтобы люди без проблем перезимовали. Главное – успеть завести уголь. Отопительный сезон в регионе начинается уже в середине сентября. В частных домах только печное отопление. В тот год зима была нормальная, у меня еще остался уголь. А этот, я не знаю, какая зима будет. Все сделано в зиме, какие морозы будут. Ну, так, по идее, три тонны мне хватает. В оленеводческие бригады Колымы вертолетами завозят продовольствие и лекарства. Оленеводы говорят, до наступления морозов продуктов хватит. А затем, когда реки и болота замерзнут, все необходимое привезут уже на вездеходах. В Чувашии женщина-инвалид пытается убедить администрацию города, что она не может жить в бывшей конюшне. Татьяна Шестакова смогла выиграть у чиновников суд, и жилье для нее построили. Правда, санитарным нормам оно соответствует только по документам. В итоге, человек на инвалидной коляске вынужден ютиться в деревянном бараке без элементарных удобств. Состоится ли долгожданное новоселье, разбирался Равиль Мукменов. Вот, развернуться могу. Мы навещали Татьяну Шестакову в январе. Тогда она готовилась к новоселью. Дом построен для двух семей. Вот он, в 100 метрах от ее барака. Но и сейчас инвалид-колясочник продолжает жить в бывшей конюшне. Это карточный домик, самое что ни на есть. Это они поставили себе галочку в документе. Отчитаться есть, товарищ агроном говорит, я построил ей дом. Вот, и все. Два года назад Шестакова выиграла суд, который обязал районную администрацию выделить ей жилье. Денег в местном бюджете не было, поэтому чиновники решили построить дом на средства из федеральной казны. По программе переселения из аварийного жилья. Но сделали это с нарушениями. Чиновники изначально Шестакова должны были предложить выкупную цену. Половина дома стоит полтора миллиона рублей. А если она откажется, то под ее чутким руководством начинать строительство. В итоге ни того, ни другого сделано не было. Построенное не соответствует санитарным нормам и правилам. Это подтвердила и прокуратура. Инвалид-колясочник не может здесь жить. Вот, например, пандус уже требует ремонта. Хотя по нему никто не ездил. Еще зимой мы убедились, что дверные проемы уже чем полагается. Всего на 10 сантиметров, скажут многие. Инвалид, скажет, на целых 10. Вот инвалид. Я не инвалид, слава богу. Вот она заехала. И то я не могу заехать сюда. Сын Татьяны Шестаковой показывает недоделки. Бордюры высокие, комнаты маленькие. Вот, если здесь поставить кровать, коляска не пройдет. И ванная нужным образом не оборудована. Должны быть поручни. Застройщик переделывать ничего не стал. Поэтому Татьяна принимать жилье отказалась. Вот даже сейчас маме вот сюда вот переехать, подписать, вопреки требованию законодательства, акт приемки. Возможно, администрация района придется, возможно, я говорю, придется делать все документы задним числом, чтобы мы разрешили строительство на этот объект. У них потому что таких документов нет и быть не может. Мама ничего нигде не подписывала, я в том числе. Чиновники пеняют друг на друга. Глава поселения, на чьем балансе находится дом, до сих пор не знает, что делать. Я ее не строил. Я в глаза там ничего не видел, да? Строил район администрации. Какие вопросы ко мне? То, что передали жилье, нам другой вопрос. Я вынужден был подписать. Руководитель района и вовсе не хочет комментировать ситуацию. Общение с прессой на эту тему в его планы не входит. Комментариев по дому Шестакова нет. Мы дом построили, документы отдали присталам. Все. Что комментировать? Почему инвалид-колясочник не заселен? Это к Григорию Федору Дмитриевичу. Все вопросы. Григорию говорит, что я не строил дом. Это вопросы к вам. Все. Спасибо. Адвокат Лаврентий Сичинава не первый раз разбирает дела, связанные с инвалидами, и считает, что вина чиновников налицо. Естественно, они сейчас будут открещиваться, они будут говорить, что мы здесь не виноваты. Как они не виноваты, они должны были... Они же ведь дом строили под конкретного человека. Значит, они под этого конкретного человека должны были соблюдать СНИПы. Прокуратура пыталась через суд обязать администрацию района исправить нарушения и заселить инвалида. Но Верховный суд Республики отказал. Основание такое. Раз Шестакова не приняла дом, значит, не является собственником. Поэтому претензий быть не может. Жилищное законодательство не содержит норм. Согласно которым, именно жилье должны предоставить оборудованное для инвалидов. То есть в жилищном кодексе содержится норма, только обязывающая органы местного управления предоставить жилое помещение, соответствующее требованиям благоустроенности. Оно этим требованиям соответствует. Поэтому выход только один. Получить это жилье, фактически подписать договор социального найма, а в последующем может обратиться в суд с требованием привести данное жилое помещение в соответствии с требованием строительного правил. Вот предположим, она этот дом приняла. Да? Предположим, прокуратура действительно исправит свои недостатки, через какое-то время вынесет. А вот этот промежуток времени, как человеку жить? Если я туда зайду, они потом скажут, вот зашла и живи. И все. И потом доказывай, что ты не дурак. Семь лет я им доказываю. И еще столько же буду доказывать. Они ждут моей смерти, когда я помру. Она боится, что поставив подпись, вновь попадет в замкнутый круг. И вновь ни один чиновник не понесет ответственности. А сама Татьяна в который раз должна будет доказывать свое право. Равиль Мукменов, Марат Зайдулин, Владимир Сычев. Пятый канал. Чувашская республика. Благотворительный фонд «Подари жизнь» собирает деньги на лечение пятилетнего Саши Губачева. Он, как никто другой, знает значение слова «нельзя». Нельзя ему многое из того, что для ровесников является привычным. Нельзя снимать маску и пропускать прием лекарств. У Саши онкология, лейкоз. А его родителям нельзя допускать даже мысли, что они не успеют собрать миллион рублей до 23 сентября на пересадку костного мозга. Донор уже найден. Ксения Некрасова расскажет, как можно помочь ребенку. Саша, кажется, уже привык, что последние два года из пяти лет его жизни череда запретов. Нельзя выходить за пределы больницы, пропускать прием лекарств и снимать защитную маску. Любое нарушение правил опасно для жизни. Он никогда не плачет и научился не бояться, ежедневно находя в себе силы бороться наперекор диагнозу. У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Укол я очень больно не боюсь. Я в минуте больница их так терапил, что там даже большие уколы делали, а я им все равно терапил. Онкологию у Саши диагностировали практически сразу. Экстренное и интенсивное лечение химиотерапии, казалось, помогло. Но уже через год случился рецидив. Болезнь вернулась. Врачи признавали, мальчик угасает на глазах. За четыре дня у нас, уже когда мы сюда поступили, в Москву, 98% бластов было в костном мозге. Кишечник, желудок, это все страдает, естественно. Опорно-двигательный аппарат, изменилась походка, изменилось и поведение. Взгляд из-под лоби никогда не забуду. После судора, конечно, это, не знаю, не дай бог никому видеть это, не страшно, конечно. Четыре месяца интенсивной химиотерапии. Ежедневная сдача анализов капельницы Саши пришлось заново научиться ходить. Сейчас его жизнь поддерживают специальными препаратами. Последние анализы подтвердили. Злокачественных клеток в крови мальчика нет. Болезнь ослабла, но не исчезла. Гарантию может дать лишь трансплантация костного мозга. Медлить нельзя, потому что как раз сейчас такое время, когда удалось с помощью анализовой химиотерапии вывести его в ремиссию. То есть бластных клеток сейчас нет. Но это не значит, что если мы, какое-то время он будет без химиотерапии, они могут появиться вновь. Поэтому трансплантация в ближайшие сроки. И результаты станут лучше, если человек пересаживается, то есть трансплантируется в полной хорошей ремиссии. Подходящего для Саши донора уже нашли. Свою кровь он готов отдать в любой момент. Но время ожидания ограничено. Счет жизни мальчика идет на неделе. Крайняя дата операции 23 сентября. За это время семье Губачевых необходимо найти огромную сумму. 1 миллион 50 тысяч рублей. Деньги пойдут на обследование, забор и транспортировку донорской крови. Помочь спасти Сашу может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 6162, указав в тексте сумму пожертвования. Спасибо всем тем, кто помогает. Если бы не помощь близких, конечно, и не помощь добрых людей, мы бы и здесь даже не оказались. Сложнее всего осознать все это. И, знаете, как бы, как сказать, свыкнуться с мыслью, то, что вот действительно твой ребенок, который вчера был абсолютно здоровый, а сегодня он вот так вот болеет. А это я зайца нарисовал такого. Вот это зайца. За время лечения Саша нарисовал больше сотни картин. Говорит, когда вырастет, станет художником. Впрочем, тут же добавляет, может быть, и спасателем. Больничная палата для Саши с мамой. Их мир на двоих. Здесь они играют и строят планы на будущее, потому что уверены, их общие мечты сильнее болезни. У меня мечта выждавить и покатиться на поезде. Ксения Некрасова, Сергей Агарков, Ренат Тимершин и Ренат Ахтереев. Пятый канал. Москва. Помочь Саше сохранить жизнь можете вы, зрители пятого канала. Для этого надо отправить смс на короткий номер 6162. В сообщении напишите сумму, которую готовы пожертвовать. Она будет списана с вашего мобильного счета. Номер доступен для абонентов МТС, Мегафон, Теледва и Билайн. 6162. Далее реклама. После нее продолжим выпуск. Не переключайтесь. Ленинград для Гитлера вопрос и стратегический, и престижный. Только надежда дала им силы выжить и отстоять город, приговоренный к смерти. Есть люди, которые боились ввиду идеи, идут на эшафот. История страшной битвы. 900 дней в кольце врагов. Мое место не в штабном кабинете. Если надо, сумею умереть там, где буду стоять. Расколачим их! И на этот раз! Юрий Соломин, Михаил Ульянов, Евгений Лебедев. Блокада. Все фильмы легендарной эпопеи. В пятницу с 10.30 на пятом. Утро на пять. Заряжено позитивом. По будням на пятом. Живите без боли.